На машине ярко-красной мчимся мы вперед. Труд тяжелый и опасный. Нас, пожарных, ждет. Всем привет! Мы находимся на территории пожарно-аварийно-спасательного отряда. И сегодня мы вместе с вами узнаем, что же нужно для того, чтобы стать спасателем. Всем известно, что спасатели – это физически сильные люди. Вот правда, что нужно стометровку сдавать за 14,2 секунды? Я сказал бы, что стометровку можно сдать и за 14,4 секунды, чтобы стать спасателем. Но помимо этого немаловажную роль играет, конечно, физическая выносливость и здоровье детей, которые хотят стать спасателями на будущее. Поэтому им еще надо будет сдать километр за 3 минуты и 40 секунд и подтянуться 12 раз. А что нужно кроме физической подготовки? Ну, я бы сказал так, что, чтобы стать настоящим спасателем, нужно сдать математику, физику, русский или белорусский язык по выбору. Но самое главное, я считаю, что это ваше желание стать спасателем. Это самое главное. А сейчас нам проведут небольшую экскурсию по пожарному отряду. Ребята, вы часто видели такую большую красную машину в городах? Называется она «Автоцистерна». Выезжает на все пожары, которые случаются в городе и вывозит 10 тонн воды. Сейчас я вам покажу небольшое оборудование этой прекрасной большой машины. Это оборудование называется «Мотопомпа». С помощью ее можно как откачивать, так и подавать воду, не используя машину. А сейчас мы перейдем с вами к другой машине. Эта машина, ребята, называется «Автомобиль быстрого реагирования». В основном используется для доставки как оборудования, так и личного состава пожарных подразделений, местом тушения пожара. Оснащена большим количеством оборудования. Вот бензогенератор называется оборудование, способное подключать различного рода прожектора, освещение в ночное время, если необходимо нам тушить пожары. В этом отсеке располагается различное пневматическое оборудование. Если надо открыть двери или срезать решетки, или же использовать это оборудование на различных дорожно-транспортных происшествиях, где надо спасти водителя из автомобиля. У спасателей, конечно, есть различное оборудование, и они всегда готовы прийти к вам на помощь. Но я желаю вам, чтобы вы в такие ситуации никогда не попадали. Вот, предположим, несчастье, такая ситуация случилась. Вот вас одолевает страх? Ну, я думаю, наверное, не страх, а скорее всего гордость за свою работу. А какой особенный случай вы можете вспомнить? Помню пожар в общежитии несколько лет назад, по-моему, 2008 год, когда вечером все уже были дома, и загорелся телевизор на первом этаже. Маленькие дети тоже были дома с родителями. Когда мы приехали, пришлось эвакуировать больше 150 человек, из них 64 ребенка. И все, никто не пострадал в этом пожаре, все остались живы, здоровы. Но так как сработали спасатели, только честь и почета. Если вас застал пожар, не нервничайте, не переживайте, выбегайте на улицу и зовите взрослых, не оставайтесь в квартире. А что вам больше всего нравится в этой профессии? Профессия спасатель – это призвание. И я, как уже сказал, это настоящая мужская работа. Прожив одну жизнь, ты спасаешь тысячи. Вы так рассказывали, что мне захотелось стать спасателем. Вот какие ваши действия после получения сообщения о пожаре? После поступления сообщения на пульт связи спасатель обязан в течение 30 секунд одеть боевую обежду, сесть в пожарную машину и выехать к месту пожара. А можно я попробую подготовиться к выезду? Да, конечно. Я справился за 38 секунд, но это не самое главное. Самое главное – это оперативность, смелость и стойкость. Субтитры подогнал «Симон»